Девочки, не простое видео Не потому, что я не хотела А потому, что у меня его Просто до недавнего времени Не было Так, так, дорогие девочки Хочу просто с вами поделиться Своей радостью, что наконец-то У меня появилось долгожданное Красивое рабочее место Мой рабочий уголочек Где я могу Спрятать все свои инструменты Все свои изделия готовые То есть то, что Относится к нашему с вами творчеству И это Очень-очень большая радость для меня И еще хочу сделать небольшое объявление Хочу просто ответить на ваш вопрос Иногда я встречаю От вас такие сообщения Как Почему вы не ответили на ютубе На мои комментарии Девочки, дорогие мои Я очень-очень стараюсь Каждому из вас ответить Всегда Честно-честно Просто иногда ютуб задерживает Комментарии ваши Или просто они пропадают Я их не вижу А потом через некоторое время Я их уже вижу Начинаю отвечать Но бывает уже поздно И в этом просто не моя вина Очень часто так бывает На всех каналах Поэтому извините меня за то Что я не могу сразу вам всем ответить Если вас интересуют какие-либо вопросы Пишите мне лично Личные сообщения в социальных сетях Я очень редко бываю Признаюсь честно В Одноклассниках В ВКонтакте В Фейсбуке еще тоже Но реже бываю И я захожу туда просто Чтобы пересмотреть ваши сообщения И ответить на них Поэтому спасибо вам за те подарочки Которые вы мне присылаете каждый день И извините также за то Что я не всегда могу Отправить вам также подарочки Теперь второй вопрос Где меня можно встретить Очень часто Я очень люблю Инстаграм У меня есть страничка в Инстаграме Правда она не совсем рабочая Точнее там почти нету рабочих моментов Но я там настоящая Я показываю свою реальную жизнь Я показываю как я живу Так что кому интересно Заходите ко мне на страничку Там я снимаю много очень сторис Рассказываю о всех новостях Новиночках Когда я получаю скажем так Посылочки разные Или я собираюсь какой-то новый мастер-класс Снять Или я сделала какое-то красивое украшение Обо всем этом А также о жизненных таких темах Я делюсь в Инстаграме Ссылочку на мою страничку в Инстаграме Я оставлю в описании к этому видео И кстати Снимаю там видео На украинском языке Но я думаю Что и так Все понятно Если вы захотите со мной дружить Или у вас возникнут какие-то Важные вопросы Обращайтесь ко мне в Инстаграм И я там обязательно вам отвечу Ну а теперь переходим к второму вопросу Самому важному Насчет моего рабочего места Так появилось у меня мое рабочее место Благодаря моему мужу Он с моим сыночком Всегда меня поддерживали В этих делах творческих И другой бы муж Наверное сказал Зачем мне все эти хлопоты А мой муж просто сказал Давай я тебе сделаю такой подарок Раз ты уже так хочешь Своё рабочее место На день рождения В скором времени Мы вместе Выбрали дизайн Сделали Всё просчитали до сантиметра Что где будет лежать Как бы я хотела Как я вижу свою мастерскую И у нас получилось В скором времени Муж заказал все Эти полки То есть всю готовые конструкции И приехали мастера Всё это сделали И у меня появилась моя мечта Ну что ж А теперь давайте посмотрим Наконец-то все мои материалы Я постараюсь всё вам рассказывать Показывать Что у меня есть Буду снимать видео Немножечко телефоном Так что не пугайтесь Если качество звука Будет немножко другое Пошли смотреть Итак, смотрите На первый взгляд Это такой Обычный шкаф Большущий Большущий Огромный Посмотрите Какая я маленькая И какой этот шкаф большой И тут У меня Спрятано Моё рабочее место Вот тут у нас Находится гардероб Я вам его не буду показывать Сейчас Начнем смотреть С этой двери Итак Если открыть Эту дверцу Открывается уже Вид На моё рабочее место Вот так Оно выглядит На первый взгляд Большущие Огромные Так И начнем мы С самой верхней полки А на самой верхней полке У меня там стоит Большущий чемодан В котором находится Огромное количество Гофрированной бумаги Как простой Так Креп бумаги Производства Италия Из этой бумаги Я делаю Рустовые цветы Мастер-классы У меня есть на канале В чемодане Небольшой Такой творческий Беспорядок Потому что Я еще Все Не расставила На свои места И эти Отрезочки Я иногда Сохраняю Потому что Потом Очень удобно Их применять В своих изделиях Чемодан Вытягивать не буду Потому что Туда мне Его поставил муж И я его Не могу Оттуда снять Я уже вылезла На кресло И показываю вам Так Своё рабочее место И дальше Вот там Полочки Они должны быть Вот тут Вот прикрученные Но пока Муж еще не прикрутил Их Потому что Это рабочее место Появилось у меня Буквально недавно И дальше А дальше Вот там У меня на полочке Находится Швейная машинка Сейчас покажу Поближе Так Она также Очень большая И очень Очень тяжелая И я Ею Очень редко Шью Ее мне подарила Сестра И Я больше Пользуюсь Такой Маленькой Китайской Сейчас я вам Ее покажу Дальше На середней полке У меня стоит Вот такое Вот изделие Кстати Мастер-класс У меня есть на канале Если захотите Посмотрите Дальше У меня там Находится Ноутбук Иногда Когда я работаю Тут вот На своем Рабочем месте Я смотрю Фильмы Очень люблю Смотреть И это Бусинки Это такое Вот тут В ящичках Находятся Нитки И зажигалки Сейчас поближе Сниму И покажу Потому что Мне очень тяжело Держать фотоаппарат В руках И все время Держать руки Вверх Так И это вот такие Вот сундучки И тут у меня Есть очень много Разнообразных Зажигалок Маленьких И больших В свое время Я очень часто Экспериментировала И мне подходят Зажигалки У меня есть Там на канале Отдельное видео Какие лучше брать Зажигалки Если вы ими пользуетесь Посмотрите Пожалуйста Это видео Я добавлю В описании Чтобы не занимать Ваше время Ну мне нравилось Работать И нравится До сих пор Вот такими вот И большими Кстати Их можно использовать Для газовой плиты Покупаю я В обычном Побутовом магазине И вот еще Вот такие Тоже Маленькие Кстати Очень хорошие Вот эти зажигалки Они Я беру Те Которые Заправляются Это все Рабочие Зажигалки На разный Цвет Как говорится И Вкус Теперь Вторая Коробочка Корзиночка Там находятся Всякие Нитки Разноцветные И кстати Большое количество Этих ниток Мне подарил Также муж На день рождения Он знает Что я люблю Рукоделие Очень сильно Поэтому Старается Всегда Покупать То что Мне Необходимо Так Дальше Тут у меня Стоят Газовые Баллончики Маленькие Которыми Я Заправляю Зажигалки Дальше У меня Тут стоит Коробочка От пистолета Дремела Также Очень часто Вы меня Спрашиваете Который пистолет Лучше Так вот Девочки У меня Очень много Есть пистолетов Я также Экспериментировала С ними Но вот этот Это что-то С чем-то Купите его Один раз Он стоит Немножко дороже Но вы Никогда Не пожалеете Об этом Кстати Вот эти Клеевые Стержни Разноцветные Я так и Не попробовала Потому что Это немножечко Неудобно Так как Клей будет Разноцветным А потом Я даже Не знаю Его необходимо Полностью Выклинить Либо Уже Не пользоваться Белым Клеем Но Пока еще Стоят эти Стержни А вдруг Когда-то Пригодятся Коробочку Я также Сохраняю Я вообще Очень люблю Сохранять Разноцветные Коробочки Так же Как и мой Сынишка Это наверное У нас Дело Семейное И дальше У нас Контейнеры Органайзеры С серединками Сейчас я их Сниму И покажу Вам поближе Так Я сняла Коробочки Вниз На кресло Чтобы вам Удобнее Было Смотреть А мне Рассказывать И Фотоаппарат Поставила На штатив И так Вот такие Контейнеры Набитые Разными Разными Серединками Тут немножечко У меня Тоже Беспорядок Потому что Это нереально Расставить Все материалы Я сейчас Вам покажу Сколько У меня Этих Материалов И Просто Вы меня Тогда Поймете Контейнеры Вот такие Двусторонние Тут Стразовые Серединки Разноцветные Есть Белые Есть Мелкие Есть Большие То есть У меня Их Очень Много И Не Думайте Что Я Это Все Покупала Сразу Нет Девочки У меня Этого Всего Сразу Не Было Это Все С годами Как Говорится И С Опытом Некоторые Материалы Я получала В подарок От магазинов От подписчиков Моих А некоторые Я Покупала И Самостоятельно И Также Я уже Творчеством Своим Занимаюсь Очень Давно Много Уже Лет Где-то Около Семь Лет Уже И Поэтому Насобиралась Как говорится На Разный Вкус И Цвет Это Тоже Двусторонний Органайзер Вот Так Вот Такие Это Не Все Срединки Их у меня Очень Очень Много Обзоры На Мои Материалы Вы Всегда Найдете В разделе Обзоры Материалов Или Раздел Посылочки Так Так что Вы Материалов 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 Китайский Материалов И Давайте Смотреть Дыроколы Так Дыроколы Дыроколами Можно Пользоваться В Скрапбукинге Я Очень Редко Делаю Разнообразные Открытки Материалов Можно Сделать И Цветы Даже Которые Будут Украшать Ваш Интеретер Поэтому Эти Коршочки Я Использую Для Своих Цветочков А Также Я Делаю Такие Композиции И Из Сгофрированной Бумаги А В середине В цветах Конфетки Вот Так Немножко Уже Не так Сложила Ну да Ладно Уже Так Переходим В следующей Полке И там У меня Вот такой Органайзер Он Уже Из ткани Я Снимаю Его И Показываю Вам Поближе И Тут У меня Находятся Отрезки Лент Я Их Сложила Вот так Вот Чтобы Удобно Было Видеть Рисунок И Светочки То есть Светочками Парча Органза То есть Те ленты Тут находятся Которые Я покупала На метраж Вот так Вот они У меня Хранятся И это Еще не Все Ленты Сейчас Вам Покажу Так Ой Так Это коробочка От лампы И Дальше У меня Вот тут На полке Находятся Разнообразные Бусины Я Все Контайнеры Сняла Вниз И Включила Свет И Снимаю Телефон Потому что У меня От Фотоаппарата Когда Включен Вот этот Яркий Свет Идут Полосы Поэтому Чтобы Вам Не мешать И не Портить Зрение Я Вам Буду Немножечко Показывать С помощью Телефона Вот У меня Есть Тут Мелкие Полубусины Храню Я Их Точнее В таких Вот Баночках Макарунах Такие Вот Шести Миллиметровые Это Розовые Вот Такие Вот У меня Есть Желтые Такие Шесть Миллиметров И Вот Такие Вот Синие Когда Когда-то Очень Были Популярные Бантики С Бусинками Помните Такие Пышные Большие Бантики Так Вот Я Сделала На заказ А Когда-то Я Очень Часто Продавала Свои Изделия Выходила Даже На улицу И Поэтому У меня Были Крупные Очень Заказы Поэтому Я Всегда Старалась Покупать Оптом Материалы Что Потом Чтобы Потом Не И И Не Долго Не Мучиться Поэтому Так У меня И Появились Вот Такое Количество Полубусин Также У меня Есть Вот Такие Вот Немножечко Побольше Это 9 Миллиметров Наверное Или 8 80 Кажется Вот Такие Вот Розовые Ярко Розовые Дальше Я Храню Также Бусинки Или Полубусинки Если Нет Вот Таких Специальных Баночек А купила Я их Также В обычном Супермаркете Со Временем Я Хранила Вот Таких Вот Обычных Банках Это Очень Удобно Потому Что Они Прозрачные И Видно Какие Бусинки У тебя Стоят Это Бусины Гальваника Они 6 Или 8 Миллиметровые Не Буду Я Их Уже Перемеривать Вот Такие Вот У меня Есть Вот Такая Баночка Тоже Покупала Большой Мешочек Их Дальше Вот Такой Вот Контейнер И Тут Много Много Разной Красоты Недавно Я Показывала Обзор Этих Материалов Также Я Их Еще И Не Использовала Вот Такие Вот Черные Из Перламутровыми Полубусинками Со Стразинками Также Вот Такие Подвески Разнообразными Еще Не показала Кстати Мастер Класс Не могу Прибраться Дальше Тут У меня Находятся Всякие Красотули Волки Разнообразные Серединки Ну Тут Пока Немножечко Разбросано Потому что Разбросано Потому что Я еще Не сделала С этим Порядок Так Такие Всякие Разные Серединки Дальше Есть Вот Такие Потом Вот Эти Котики Кстати Хочу В скором Времени Сделать Мастер Класс С этими Котиками Уж Очень Много Просили Вы Меня Об этом И Я Сама Уже Хочу Их Применить Обязательно Так Такие Вот Разнообразные Серединки И Сейчас Тут У меня Еще Много Контейнеров Такие Так Таких Вот Больших Контейнерах Я Храню Бусины Беру Их Тоже Всегда Оптом Чтобы Потом Не Искать Закупаюсь Я Примерно Один Два Раза В Год Оптом И Материалов Хватает Надолго Храню В Прозрачных Контейнерах Чтобы Было Удобно Потом Смотреть И Видеть Издалека Какие Бусины Там Находятся Это Вот Такие Вот Не Буду Уже Открывать Дальше Красные Тоже Брала Очень Много Потому Что Часто Делай Веночки Всякие Разные Колье И В Национальном Стиле Поэтому Красные Как Раз И Тоже Очень Часто Делаю Калину Самостоятельно Из Таких Бусин И Это Почти Такие Как Я Вам Показывала Вот Эти Контейнеры Просто Эти Идут Матовые Эти Я Купила Где-то Недавно Таких Не Было Я Купила Вот Так Это Все Мои Полубусины И Бусины Точнее Не Все Есть Еще В Отдельных Маленьких Контейнерах Но Я Уже Потом Вам Покажу Так Сложила Я Катя Из Магазина Кейт Мейт Кстати Вам Большой Привет Катенька Тут Записывая Свои Мастер Классы А тут Свои Заказики Дальше Тут У меня На полочке Находится Небольшое Количество Эко Кожи И Фоамирана А также Глиттерного Фоамирана И Может Запутаться Где-то Тут Фетр Это Тоже Все Еще Не На Месте Так И Переходим К Нижнему Ярусу Наконец-то И Тут Находится Мое Любимое Рабочее Место Тут Находится Моя Любимая Совушка Это Уже Как Талисман Рукодельниц Благодаря Анастасии Куликовой И Наверное Все Мастерицы Обожают Совушку У меня Вот Она Как Идет Как Точилка К Карандашам И Также Вот Такая Линейка У меня Есть Такая Странная С Костиком Котика Оттягивается Получается Линейка Дальше Вот Такой Вот Органайзер В Котором Находятся Самые Необходимые Вещи Не Считая Очков Это Это Уже Просто Костик Себе Поставил Ручки Всякие Ножницы Разные Пинцетики Шпажки Клей И Так Далее И Еще Один Органайзер Тоже В Котором Находятся Также Самые Необходимые Вещи Которые Всегда Должны Быть Под Руками И Конечно Ж Всеми Любимые Терморезки Кто Еще Новичок В этом Деле И Не Знаю Что Это Такой Терморезка Это Прибор Для Спаивания И Резки Лента Также Тканей И Не Только Тканей А И Разных Материалов С Помощью Такой Штуки Можно Намного Быстрее Обрабатывать Свои Заказы Вот Смотрите Это У нас Обычная Терморезка Моя Первая Терморезка Она Самая Обычная Нет Регулировки Температура Но Она Очень Хорошая Хранится Она У меня В таком Органайзере И Еще Есть Одна Но Это Уже Получше Это Терморезка С Двумя Переключателями И Также Регулятором Температуры И Также Большой Плюс Такой Терморезки Это То Что Тут Есть Розетка Для Того Чтобы Работать Одновременно И С Терморезкой Или Скажем Так Можно Сюда Включить Или Паяльник Или Что Еще Можно Включить Паяльник И Или Кривой Пистолет Можно Включить И Работать Одновременно С Терморезкой И С Тем Или Другим Так Вот Терморезки Кстати Тоже Обзорчик На Обе Терморезки Есть У Меня В Разделе Покупки Так Что Захотите И Смотрите Кто Еще Не Видел И Хочет Себе Приобрести И Вот Такая Вот Лампа Тоже Идут Кстати Полоски Когда Направлять На Свет Не Буду Баловаться Этим И Очень Удобно Сидеть Просто Себе И Тут Вставляю Фотоаппарат И Снимаю Видео Для Вас Девочки И Переходим К Третьему Ярусу И На Третьем Ярусе В самом Низу У Меня Находится Лента Почему Я их Сложила Вот Тут Муж Когда Ленточки Всегда У тебя Будут Под Рукой Тут У меня Находится Очень Много Разнообразных Ленточек И Эти Ленты В Бобинках Находятся У меня Я Уже Сказала Что Закупаюсь Я Примерно Один Два Раза В год И Этих Лент Мне Хватает Очень Надолго На Первой Полке У Меня Лежат Ленточки Репсовые Не Хочу Уже Снимать Потому Что Свет Рассеивается Не Хочу Туда Ближе Камеру Ставить Так Так Вот Это Два С Половиной Ленточки Репсовые Есть Четыре Сантиметровые Есть Ленты В Горошек И Есть Несколько Ленточек С Рисунком Разнообразных Там Еще Сзади Есть Много Очень Это Все В Рулонах Ну Почти Целые Рулоны Тут Находятся Но Это Не Все Мои Ленты У Меня Есть Еще Я Вам Сейчас Покажу Дальше А дальше У меня Есть Декоративные Ленты Это Ленты В школу Такие Вот Разные В Классических Цветах Ленты Кружева Разные Ленты С Бусинами Органзовые Ленты Ленты С Вот Таким Вот Узором Есть Тоже Так Атласные Декоры Разнообразные Так И Вот Ленточка Вот такая Вот Красивая У меня Есть Еще Даже Тоже Не Покажу Мастер Класс Это Органзовая Лента С Рисуночком С Цветочком Так Дальше Дальше У меня Вот Такие Вот Намотанные Ленточки Это Ленточки На метраж Также Я раньше Вот так Вот Хранила Их Наматывая На трубочки Из-под Пищевой Пленки Или Фольги Это Ленточки На Американские Бантики Их У меня Не Очень Много В бобинках Поэтому Приходится Иногда Покупать На метраж А тут Вот Находятся Новогодние Ленточки Лайфхак Можно Трубочки Хранить В середине Трубочках Еще Вот В широких Можно Узкие Хранить Тут Немножечко Есть Ленточек Школу Таких Классических В отрезках И Такие Вот Такие Вот Ленточки Есть У меня Ну Я так Мельком Вам Показываю Все Ленты Не Буду Показывать Потому Что Это Очень Много Времени Займет Вашего И Внимание Поэтому Есть Еще Много Очень Других Материалов Поэтому Не Буду Занимать Время Там Вот Внизу Находятся Такие Ленты Полные Бобины И Такие Которыми Я Новогодние Ленты Порча Которые Сейчас Не Идут В Этот Сезон Тут Находятся Ленты Вы Уже Наверное Поняли Что Это Атласная Лента Широкая 5 Сантиметровая 4 Сантиметра И Лента В Горох И 2 С Половиной С С Дальше Дальше У Меня Тут Идет Упаковка Ой Вытяну Сейчас Сюда Сделала Я Беспорядок Так Тут У меня Находится Упаковочка Это У меня Коробочки Которые Пока В Раскладном Виде Но В них Я Упаковываю Свои Изделия И Тоже Обзор И Ссылочка На Магазин Если Вы Хотите Приобрести Такие Коробки Находятся У меня В Разделе Покупки Также У меня Есть Разнообразные Фоны С которыми Я часто Экспериментировала Это Коробочки И Снимала Видео На таких Фонах Разные Всякие Это Белый Фон У меня Был Такой Вот Тоже Пока Я Дошла До Своего Такого Фона Который Мне Нравился Наиболее И Также Тут Находятся Фотофоны Которые Также Можно Использовать Для Фотографии Своих Изделий Но Я Признаюсь Честно Что Фотографировать Изделия На таких Фотофонах Я не Очень Люблю Я не Знаю Не Нравится Мне Мне Больше Нравится Белый Фон Простой Самый Обычный Белый Фон Тогда И Изделие На белом Фоне Выглядит Таким Вот Ярким Красивым И Ничего Лишнего Может Я Ошибаюсь Но Всем Как Говорится На Разный Вкус И Цвет Товарища Нет Поэтому Извиняйте Меня Если Вы Любите Фотофоны Я Вас Чем Отвидела Фотофонов У меня Очень Много Иногда Приходится Фотографировать И На них Так Прислала Мне Подписчица Моего Канала Она Делает Их На заказ Тоже Есть Обзор На них В разделе Покупки Так Все Что Там У меня Есть Сейчас Я Сложу И Продолжу Показывать Вам Так Сложила Я На Место А Вот В этом Столбике Стоят Штативы Мои Один Для Телефона Стоит Штатив А другой Вот Этот Что Сейчас Тут Я Его Потом Складываю И Ставлю Сюда И Тут Есть Большая Такая Вот Большой Пакет В Котором Находится Большое Количество Фетра Он Также У меня Разбрасан Еще Все Как бы Не Сложено В Порядке Складываю В таком Пакете И Также Упаковочные Материалы Это Упаковочная Бумага Также Я Иногда Делаю Такие Боксы Сюрпризы С помощью Такой Бумаги Где Потом В Эту Коробочку Складываю Изделия Для Девочек Так Получается Очень Красиво Торжественно И Более Приятно Получать Такой Заказ От Рукодельниц Коробочки Сюрпризы Может В скором Времени Сделаю Мастер Класс На Такую Коробку Сюрприз Но На Ютубе Также Есть Такие Мастер Классы Поэтому Не Хочу Повторяться И Не Знаю Нужен Такой Мастер Класс Или Нет А Это У Меня Съемный Фотофон Фон На Котором Можно Снимать И Видео И Фотографировать Изделие Его Я Сделала Вместе С Мужем Самостоятельно Он Небольшого Размера И Перенести Его Можно Куда Удобно Где Лучше Подать Свет Там Вы Его Несете И Снимаете На нем Свои Изделия Хорош Он В том Что Я За него Не платила Бешеных Денег Как Это Стоит Мастеров Чтобы Купить В Интернете А Просто Смотрите Что Мы Сделали Мы Сделали Это С помощью Плиты Обычной И С помощью Вот Таких Красивых Обоев Выбрали Обои В Эпицентре Потом Пришли Принесли Домой И Получился Вот Такой Классный Фотофон Красота И Изделие Даже Фотографии Выходят Очень Хорошие На нем Так что Лайфхак От Меня Девочки Ловите И Не Благодарите Ну Что Ж Поехали Далее А Далее У нас Есть Второе Отделение Сейчас Я вам Покажу Что Там У Меня Находится Только Поставлю Фотофон На место И Так Тут Выключаем Свет И Наверное Я уже Буду Снимать Камеры Сейчас Так Кресло Для того Чтобы Я Вам Показывала Что Находится Там Так Как Я Маленькая Ростом И Не Могу Всего Сразу Показать Посмотрите Вот Такое Огромное Количество Моих Материалов Вот Какой Огромный Шкаф И Столько Всего Интересного Еще Перейти В Моем Видео Итак Начнем С самой Верхней Полки Я Зализаю На стул И Начинаю Вам Рассказывать На Самый Верх Я Положила Те Материалы Которыми Я Редко Пользуюсь А точнее Поставил Мне их Муж Потому что Я не достаю Туда Там у меня Находятся Пенопластовые Заготовки Я уже Не буду Их снимать Потому что Назаду Я не могу Их поставить Потом Далее Трубочки Для Кучерявых Бантиков Дальше Всякие Новогодние Заготовки И Прочие Такое Дальше На Следующей Полке У меня Находятся Ткани Находятся Ткани Там Отрезочки В мешочке Сложены Вот Смотрите И дальше Очень Огромный Такой Вот Мешок Всяких Таких Серединок Так Там у меня Сложены Ткани Они В мешке Все Чтобы не Разлетались Потому что Там много Еще И фатина Есть Такого На метраж Я брала Для юбочек Туту Дальше Тут еще Ткани Дальше Клей Кстати Этот клей Который Я купила И уже год Или больше Не могу Воспользоваться Им Потому что Он Очень Плохо Плавится Но Об этом Уже Как-то Расскажу В следующем Видео Дальше Тут Такая Коробка В которой Находятся Резинки Всякие Заколки Это Моя Первая Коробочка Я ее Не хочу Выбрасывать Сейчас Покажу Вот такая Коробка Старинная Так Вот Тут Есть Много Таких Резинок Я Их Очень Редко Использую Поэтому Я Поставила Эту Коробочку На Верхнюю Полку Так Тут У меня Проволока 8 Миллиметров Чуть Пошире Потолще Точнее И Вот Такая Вот Недавно Я ее Приобрела Я ее Использую Для Ростовых Цветов И Она Толщина Ее 2 Миллиметра Очень Хорошая Проволока Очень Толстая Также Там На полочке Органза Которую Я часто Использую В бантиках И она Идет В рулоне Так И там Стоял Вот такой Большой Мешок В котором Находится Стразовая Шина И разнообразные Стразовые Такие Серединки Всякие Разные Цепочки Которыми Можно Украшать Как Изделия Канзаш Так И Разнообразные Украшения На голову И Также Всякие Коробочки Самодельные И так далее Сейчас Поближе Сниму И покажу Так Сложила Я их В такой Большой Мешок Немножко Размоталась Так Вот Смотрите Это можно Использовать Для корон Разных Можно Также Обклеивать Коробочки Декорировать Вот Такие Разнообразные Такие Серединки Очень Хорошие Их Хватает Очень Надолго А стоят Они Просто Копейки Я Покупала Их В рулонах Тоже В оптовом Магазине И Мне Их Хватает Очень Очень Надолго Я Уже Сколько И дарила И Отсылала Девочкам И Все Равно Не Могу Их До Конца Использовать Такие Разные То Их У Тут В этом Мешке Много Я Не Буду Вам Все Это Показывать Потому Что Я Просто Напросто Потрачу И Ваше Время И Своё Так А дальше У меня Есть Несколько Рулонов Патина Потому Что Я Очень Часто Делаю Юбочки Туту Также Есть Много Мастер Классов На Моем Канале Юбочек Туту И Платьицев Так Тут У меня Уже Идут Органайзеры Такие Тканевые Покупала Я Их В местном Магазине Такие Органайзеры Они Очень Удобные Потому Что В них Можно Сложить Очень Много Всего Есть Они Разных Размеров Сейчас Я Буду Их Показывать Так Тут У меня Небольшой Беспорядок Все Вместе Сложено Тут И Вот Такие Лепестки Роз Находятся И Какое-то Кружево Находится Такое И Наклейки Эпоксидные Эпоксидная Смола И Проволока Синельная Какие-то Серединки То есть У меня Тут Все Можно Сказать Вместе Нужно Сделать Порядок Тут Сейчас Сниму Второй Ящик Так Сняла Я Эти Ящики Вниз Тут У меня Находятся В этом Ящике Коричневом Разнообразные Заготовки Аксессуары Заколки Клик Лапки Зажимы Уточки Разнообразные Шпильки Заготовки Металлические Обниматели Для Бусин Кстати Я их Люблю Хранить Вот таких Вот Киндеров Прозрачных Дальше Что у меня Тут Так Разнообразные Деревянные Заготовки Есть Еще у меня Которые 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 Можно Использовать Как Магнитики На Холодильник Резиночки На Бублик Проволок Колеска Разнообразные Такие Цепочки Отрезочки Небольшие Сразовые Сочетки Сочетки Дальше Следующий Ящик А тут У меня Находятся Серединки Также Еще Храню Вот таких Вот От конфеток В баночках Тоже Люблю Хранить И тут Снова Мне Нужно Все Это Перебирать И Распределить По Органайзерам Дальше Такие Вот Мотыльки Пуговички Такие Пуговички Есть Всякие Новогодние Серединки Дальше Еще Есть Полубусинки Еще Храню Вот Таких Контейнеров Масинки Тоже Очень Удобно И Одной Рукой Просто Я снимаю И открываю Это Очень Тяжело Так Вот Такие Вот Сердечки Разные Храню Также Коробочках Из Под Витаминок Так Складываем На место Точнее Я вытягиваю Еще Один Ящик Сейчас И в этом Ящике Смотрите Какой он Красивый Хороший Он Большой В сравнении С этими Маленькими Он Большой И В таких Вот Ящиках Больших Я Храню Свои Готовые Изделия Вот Так Ящик Открывается И тут Хранится Моя Красота И Все Мастер Мастер Классы Есть У меня На Моем Канале Храню Свои Изделия В Таких Больших Прозрачных Мешках Есть У меня И мешки Поменьше Я не хочу Просто Это Все Перебирать Тут Очень Много Моих Изделий И у меня Таких Сундуков Не один Так Они у меня Хранятся Таких Прозрачных Мешках Для того Чтобы Удобно Было Увидеть Все Украшения Когда Мне Нужно Их Вытянуть Подарить Или Продать Когда У меня Их Покупают Потом Я их Запаковываю В меньшие Мешочки И Уже Отдаю Заказчику Так Смотрим Дальше Так Я складываю Эти На место Органайзера И показываю Вам Следующую Полочку Вот Так Так Тут Стоят У меня Два Органайзера И Так Тут У меня Находятся Разнообразные Кружева На резинке И простые Кружева Некоторые Ленты Находятся Фатин Находится У меня Такой На метраж В полосках Так же Есть У меня Илон Фатина Дальше Такой Фатин С Мушками Заготовочки Бантиком И Разнообразные Всякие Разные Кружева Так Дальше Второй Органайзер Он Вот Такой Вот Голубой И В нем Находятся Так же Некоторые Ленты Шпагат Такой Вот Дальше Что У меня Проволока Есть Тут Фатин Так же Такой Вот Красивый С Атласный Декор Дальше Заготовки К бантикам То есть Я еще Это все Не разложила Нормально И поэтому Оно у меня Некоторым Вроде Теряется Надеюсь Придет Такое Время Так Переходим Дальше К следующей Полке А на следующей Полке У меня Стоит Вот Столько Много Органайзеров И В них У меня Находятся Ленты Разнообразные Такой Вот Органайзер Полный Узкой Ленты Разнообразной Так Так же Тут Находится У меня И Ленточка Два С половиной Сантиметра Атласная Дальше Дальше У меня Широкий Большой Органайзер Сейчас Я эти Уберу И постараюсь Показать Так Тут Находится Широкая Ленточка Эту Ленту Мне Прислала Надежда Мазур Она Очень Хорошего Качества Это Турецкая Атласная Лента Кажется Если я не ошибаюсь Очень Очень Двусторонняя Это По сравнению С нашей Она Просто Шикарная Эта ленточка Мастер-класс Я еще пока Не снимала С этой лентой Обязательно Сниму Так же Есть Два с половиной Ленты Тут И Широких Несколько Лент Есть И органзовая Лента То есть Тоже У меня Тут еще Пока Все Разнообразно Я надеюсь Что я с этим Так же Сделаю Порядок Так Теперь Следующий Органайзер И в нем Находится Так же Кружева Их Очень Так же Много У меня Разных Цветов И Размеров Фатин Так же Тут еще Есть И Так же Забыла Как это Называется Как этот Материал Называется Так Я надеюсь Вы меня Поймете Так Еще Один Органайзер В котором Так же Находятся Ленточки Так же Я Пользуюсь Вот такими Вот Газовыми Баллонами Для заправки Зажигалок В основном Покупай Большие Хватает Очень Надолго В начале Видео Я показывала Два Маленьких А вот Это Вот Большой Так Теперь Переходим К шухлядам Так И Тут У меня Находятся Разнообразные Инструменты То есть Тут Есть Всякие Разные Металлические Шаблоны Есть У меня Так же Пластиковые Шаблоны Их У меня Так же Очень Очень Много И все Обзоры Этих Шаблонов Есть У меня На канале Так же В этой Шухляде Я храню Клей Как Силиконовый Так и Полимерный Клеевые Пистолеты Разнообразные Ножницы Так же Разнообразные Посмотрите Какие У меня Есть Ножницы Которые Вырезают Снизу Прямо На ленте Вырезают Волну Очень Хорошая Я покупала В китайском Магазине Так Вот такой Клей Очень Хороший Так Ну Очень Много Всего У меня Тут Есть И В основном Это все Инструменты Так Шаблоны Звездочки Так же Так Переходим К второй Шуклязе Тут У меня Находятся Всякие Аксессуары Резинки Ободки Заколочки Кликладки Это все Почти В упаковках Так Я очень рада Что все Эти материалы У меня Разложены По полочкам Все На своих Гнездах Я могу С закрытыми Глазами Прийти И найти Тот Ли Иной Инструмент Кстати Я очень Часто Прошу Своего Костика Чтобы он Принес Мне Какую-то Необходимую Вещь И он С легкостью Ее Находит Когда я Ему Объясняю Где Это Находится И Я научила Своего Ребенка С раннего Детства Чтобы он Без Разрешения Не трогал Моих Материалов Вы знаете Как у нас Рукодельницы Стоят Всякие И иголки И пинцеты И всякие Разнообразные Ножницы Острые Мой Костик Никогда Не получал Слава Богу Травмы От них Потому что Он меня Всегда Слушал И он Кстати Любит Тоже Рукодельничать Как и я Так Я уже Заговорилась И При этих Шухляде Находятся Разнообразные Тычинки Цветочки Всякие Наполнительни Патчи Разные Фетровые Помпоны Я Уже Говорила Цветочки Это Розочки И В основном Я тут Сложила Все Что Касается Веночков И Ободков То есть Что Можно Делать Из Чего Можно Делать Ободки И Веночки Калина Разнообразная Ягодки Крылышки Разные Я Всегда Собираюсь Сделать Мастер Класс Как С помощью Таких Венопластовых Шариков Маленьких Можно Сделать Самостоятельно Не Менее Красивую Калинку Или Любую Другую Ягодку Я надеюсь Что Все таки Соберусь И Покажу Вот Липтики Разнообразные Готовые Иногда И Они Нам Необходимы Для Быстрых Очень Заказов Фетровые Цветочки Вырубки Стразовая Цепочка Тоже Рулон У меня есть Вот Какие Материалы Находятся Тут Дальше Внизу У меня Находится Коробка Я Вам Не буду Показывать Вместимость Ее Потому Что Там Беспредел Скажем Там Еще Не Разложены Так же Материалы Покажу Еще Одну Перегородку Снизу И У меня Есть Еще Один Вот Такой Чулан В котором Находятся Так же Материалы Это Тот же Наполнитель Ой Высыпала Ну Ничего Страшного Так Дальше У меня Находятся Тут Заготовки К Незабудкам Я их Недавно Показывала На своем Канале Ягодки Немножко Мешочки В которые Я пакую Свои Изделия Дальше Вот такие Цветочки Фрессированные Мотыльки И цветочки Дальше Синельная Проволока Потом У меня Тут есть Заготовки Повязочки И топы Для Топы Для 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 Платишек И Для Юбочек Туту И вот Такие Шапочки Заготовки Для Новорожденных Девочек Или Девочек Которым Очень Мало Годиков Такой Вот Красивый Шнурок Которым Можно Декорировать Разные Баночки Разные Делать Корзинки Очень Красиво Будет Получаться Или Можно Делать Повязочки Для Взрослых Женщин Так И вот Повязки Целая Упаковка Вата Тут Находится У меня То есть Тут Есть Разный Материал Низки И так Далее Главное Что я Знаю Что Где У меня Находится И Мне Очень Легко Потом Те Или Иные Материалы Найти И Там У меня Спрятан Холофайбер Наполнитель Для Игрушек Зачем Мне Наполнитель Потому Что Очень Часто Я показываю На своем Канале Особенно В Новогодние Праздники Я Делала Игрушки Санты Новогодние Посмотрите Тоже Есть Мастер Класс Красивый Хороший У меня Дальше Дальше И дальше У меня Еще Есть Вот Это Костиковый Игры Тут Такой Ящик И С Готовыми Моими Изделиями Мое Видео Затянулось Уже На Очень Долгое Время Но Я Надеюсь Что Вам Оно Понравилось И Вы Наконец Уже Увидели Мой Рабочий Уголок А Также Мои Материалы Я Очень Надеюсь Что Мое Видео Вдохновит Вас И Вы Сможете Создать Свой Рабочий Уголок Желаю Вам Приятного Творчества С Вами Была Любовь Стасюк И Увидимся Скоро В следующем Видео В следующем Мастер Классе Пока Пока